Животноводством в общей сложности он занимается 10 лет. Уроженец села Никулино Николаевского района Сергей Сидякин изначально работал на железной дороге и параллельно разводил скот. Сначала два быка, потом четыре. Так, шаг за шагом развивал личное подсобное хозяйство. Сейчас по дворе у Сергея 14 голов крупнорогатого скота, куры, свиньи, коза. Пять молодых быков мужчина купил в прошлом году на деньги соцконтракта. Тогда Сергей получил поддержку в 100 тысяч рублей. А как удалось получить социальный контракт? Вы узнали об этом? То есть женился, я как стал многодетным, услышали про это, документы нужные собрали, сдали, сказали, что вы прошли. Приехали, получили. По словам Сергея, в год на содержание одного быка требуется минимум 15 тысяч рублей. Живность свою, если нужно, лечит сам. Владелец подворья по профессии ветеринар. Мужчина признается, планы на развитие хозяйства не строит. Связано это с повышением цен. Все средства сейчас уходят на содержание скота. А надо еще семью кормить. У Сергея пятеро детей. Планы были до этого. А вот, например, сейчас у меня идет, в принципе, все в минус. То есть сейчас очень все дорого. Очень все дорого. И все, что сейчас, например, где-то что-то породали, что-то, все идет в них. По хозяйству главе семейства помогает самый старший из детей, 7-летний Руслан. Вместе с папой он может проснуться и в 5 утра. Лишь бы заняться любимым делом – собирать сено. Почему тебе нравится сено собирать? Потому что нравится есть и вилы. Сгребать и вилы собирать. С этого года сумму соцконтрактов в регионе увеличили до 250 тысяч рублей. Также расширен перечень, куда можно направить деньги, преодоление трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства, открытие бизнеса, трудоустройства. Раньше на последние услуги соцконтракты не распространялись. За последние два месяца жители региона подписали почти 500 соцконтрактов. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Уллправда ТВ из Николаевского района.